Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев провел ряд рабочих встреч в Москве. На встречу с президентом Деловой России Алексеем Репиком речь зашла о взаимодействии организации Деловая Россия, органов власти и бизнес-сообщества Чувашской Республики. Алексей Репик отметил, цитата, «Чувашия – это хороший пример того, когда наряду с деловым климатом улучшается качество работы систем здравоохранения и образования. Ведется работа по устранению цифрового неравенства». Плавание, танцы, изобразительное искусство – все больше услуг дополнительного образования предлагают столичные детские сады, что в первую очередь интересно родителям и детям, и что в планах у педагогов на этот год. Обсуждали на еженедельном совещании в столичной администрации. В 106 детских садах Чебоксар-Дашкалята могут получить новые навыки. Направление формируют с учетом мнения родителей. Для этого проводят опросы и анкетирование. Наибольший спрос – на обучение плаванию. «На сегодня в городе функционирует 19 бассейнов и доходы дополнительных услуг в 2016 году составил около 2 миллионов рублей. Стоимость одного группового занятия составляет 100-150 рублей». Как отметил Дмитрий Захаров, все полученные средства направляют на улучшение условий в детских садах. «В 2017 году мы планируем, во-первых, охватить на 10% больше детей предоставляемыми услугами, и, во-вторых, предоставлять именно качественные услуги, потому что опрос показывает, что действительно есть некоторые пожелания, рекомендации, замечания со стороны родительской общественности. Около 11% респондентов сказали о том, что они только надовлетворительно оценивают. Для того, чтобы улучшить эту работу, мы будем, конечно, повышать качество предоставляемых услуг». И еще новости для родителей до шкаля. От повышения среднего размера оплаты детского сада не скажутся на фактических платежах. Вот что сообщил министр образования республики Юрий Исаев. «Установленный размер остается прежним, как и в прошлом году. Мы увеличиваем средний размер платы на 5,6% больше. Соответственно, компенсация чуть больше будет для малообеспеченных детей». Иными словами, родители детсадовцев будут платить по-прежнему, а бюджет будет выделять большую сумму. «Теперь компенсации будут рассчитывать так. 12-часовое посещение – 54 рубля 40 копеек. 10-часовое посещение – 44 рубля 50 копеек. Группа кратковременного пребывания – 17 рублей 30 копеек. Группа круглосуточного пребывания – 58 рублей 10 копеек. Напомним, размер компенсации зависит от среднего размера родительской платы и количества детей. Один ребенок – 20%, два ребенка – 50%, три и более – 70%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова